Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, Гойда, конечно же, Гойда, да, без Гойда абсолютно никуда. Как и Бавовна, Гойда является неотъемлемой частью нашей жизни и неотъемлемой частью вышвыривания российских оккупантов с территории Украины. Но давайте разберемся, что происходит. Дело в том, что в российских войсках начинает нарастать сознание безнадежности происходящего и сознание того, что нужно как-то с Украины драпать. Ну, пока еще целый. И вот это вот осознание, вот это вот кошмара, в который втянул Путин всех остальных, ну, правда, не без их собственного желания, чего там греха таить, приводит российских солдат к тому, что они начинают вести себя неадекватно. Хотя неадекватно ли? Ну, вот сами посмотрите, я вам сейчас расскажу ситуацию. Вы скажете, разве это неадекватно? Есть некто такой рядовой Федорченко Максим Андреевич, военнослужащий 2-й штурмовой роты. Эть ты туда его вкачалю. 38-й отдельной мотострелковой бригады, военская часть 21-720. Не суть важна. Вот он находился там, в районе населенного пункта Пологи, где российские фашисты, откуда они рассчитывали, так сказать, дальше наступать в Запорожской области. Ну, вот что-то пошло не так, что-то пошло там не так. Видимо, он осознал всю бренность бытия, осознал, что он, а также его сослуживцы являются военными преступниками. И вот 26 октября текущего года, то есть позавчера, недалее как позавчера, он ночью расстрелял десятерых спящих, храпящих, видимо сильно храпели, товарищей там вместе в располаге. И, взяв автомат и магазины, скрылся, как говорится, в неизвестном науке направлении. Теперь вот гестаповцы его там ищут, пытаются его поймать и так далее. Не так все просто, ведь он не для того, значит, уничтожил путинских бандитов, чтобы вот взять и сразу сдаться. Нет, он еще этим гестаповцам покажет Кузькину мать. Да, благо Хрущев научил, да? Если вы думаете, что это все, так это еще не все. Два дня назад, то бишь 25 октября текущего года, в населенном пункте Кремяное, Курская область. Почему область? Курская народная республика, нет никакой Курской области, не существует. Есть Курская народная республика, народ, который борется с московитами, да? Вот, готовится к референдуму поступления в Украину. Был ликвидирован путинский бандит, некто Слепнев, капитан, да. Он, чтобы вы понимали, он подвязался неким заместителем командира 2-го мотострелкового батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты предателей Севастополя. То есть, он еще и предатель, он еще и изменник. Вот, ну и карма, как говорится, нашла героя. Что произошло? Значит, вот этот вот бандит Слепнев вступил в пререкание с другим военнослужащим российской армии, некто Рябов. Во время вот этих вот пререканий, видимо, что-то пошло не так, как-то они начали разговаривать не так, что-то между ними там произошло. Видимо, Рябов объяснил ему, что пора сдаваться, пора переходить на сторону добра, на сторону Украины, что Путин это хелло и так далее. Значит, вот этот вот Слепнев начал, видимо, на него прыгать, в результате чего Рябов трижды, бог любит Троицу, выстрелил в направлении вот этого вот Слепнева и отправил его прямиком курсом русского военного корабля на концерт Кобзона, где он сейчас, собственно говоря, и находится. Вот, так что Рябов тоже молодец и сделал ноги. Сделал ноги, куда тоже неизвестно. Вот так вот, видите, без какого-либо нашего участия, без какого-либо нашего наущения или, я не знаю, какой-то, знаете, спонукания с нашего боку, как сказать спонукание российскую мову, я не знаю. И суть важна. Вот, российские военнослужащие, понимая всю тщетность и безнадежность собственного бытия, находят вот такие вот способы решения собственных проблем. Так пожелаем же им удачи!